Реконференция по итогу матча с Чехией. Клавный тренер нашей сборной Алексей Николаевич Кудашов. Алексей Николаевич, пожалуйста, несколько слов о игре. Я считаю, переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку. Ведя в счете, не использовали моменты, которые создавали. Надо было увеличить преимущество, дали Чехову вернуться в игру. И поэтому такая нервная, сложная игра получилась. Вопросы, пожалуйста. Дмитрий. Алексей Николаевич, ну с одной стороны Вы обыграли лидера Евротура, да? Вы несли первое поражение Чехам, которые не имели в этом сезоне. Но наверняка Вы недовольны игрой в целом и чем в первую очередь? Ну, я уже в принципе сказал, что ведя 2-0, мы неправильно немножко сыграли в начале второго периода. Как я сказал, не выполнили то, что договаривались. Чехи сильно контратак, а мы им сами позволили это сделать. Вернуться в игру, забить первый гол и дальше, как я сказал, были достаточно моментов на выходе 2-1. Но очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, хотя надо было просто забить голос и просить с одной передачи. Перемудрили, скажем так, немного. И вот это академически нам, но Чехам позволил вернуться в игру. А ошибки в обороне не смущают? Смущают, естественно. Смущают. Здесь есть, конечно, тоже моменты, где не успевали иногда, если Чеховы наши защитники и система сбывала. А неправильно немножко было. Если не ошибаюсь, Вы номинально второе звено посадили на лавку в третьем периоде? Нет, я не сажал там, они просто реверс-статт выходят. И Бурдасов и Кузьменко выходят. Поехали. Как сказать, сегодня Ткачев сыграл и Сошников попал в состав, хотя вчера не тренировался. Как бы оценили вот их игру, ну и в целом вот этой всей тройки двух Ткачевых и Сошниковых? Скажем так, в третьем периоде они стали играть намного увереннее и не случайно они сравнили счет с вами. Продолжая тему вот этого звена, Ткачев тот, что Питерский Эдуардович прибавлял, по ходу матча, и не пожалели ли Вы, что не считаете себе ошибкой, что не выпустили его в игротайме на большинство, а отдали все на вотку, потому что почелось Григоренко? Там была минута, надо было выбирать, выбирать кто будет это выиграть, поэтому пошли на Нос Игнаса, Искорского Сыгнаса. Еще раз. Как? По враталю можно сказать, кто сам Север Бургий Сорокин будет играть опять? Давайте пока сейчас, по сегодняшней игре, а там. Мобилиалу вообще дадите хотя бы заявки шансов, потому что парня вызову его. Подождите, давайте, по сегодняшней игре. Еще вопрос. Витя. На пятой стороне такой все-таки есть перекос в сторону ударного звена, получается у него намного больше времени, чем у остальных. Опять же, вот как это с точки зрения команды, не видели вы тут угрозы? Да, понимаете, какое звено лучше играть, такое получает больше игрового времени. Если у нас звено Корнауфа здорово играет по вороне, отрабатывать моменты, они чаще выходят в этом компоненте. Поэтому мы смотрим, кто больше создает, соответственно, там, ну, да, больше игрового времени. Но я считаю, что мы стараемся распределить более-менее равное игровое время, потому что мы понимаем, что игры, во-первых, часто у нас идут в силу на цикловице. Алексей Николаевич, сборная играет с разными вратарями, в разных составах, у них вену много впускают в рамках еврактура. У вас есть понимание, почему так происходит? Потому что это решает, у меня это мы, как скажем, не очень хорошо. Ну, я уже сказал, по обороне здесь был такой же вопрос. Обороны напрямую, по-русски, было напрямую. Еще вопрос. И так. Вот я не понял, почему вы вратаря, когда большинство у нас прожило, никто не выезжал, но не так вратаря не закрывал. Это аксиома, как я не закрываю вратаря. Это вратаря такой был или вратаря еще? Нет, закрывают вратаря, когда идут броски. В первую очередь там мало бросали, поэтому наезд идет, когда они ее бросают. Бросали мало. Что, вопросы есть, Кали? Большое спасибо. Спасибо. Кто приедет, Петербург ждем.